Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Борьба с ИЧС. Животноводы уничтожают поголовье свиней. Как одолеть коварный вирус без крупных потерь? Господдержка АПК глава региона посетил Морозовск-Сельмаш. Какие еще меры нужны для развития донского машиностроения? Контрасты донской столицы городские чиновники и журналисты посмотрели на Ростов глазами туристов. Более 280 миллионов бюджетных рублей выплатили животноводам Ростовской области. Эти деньги они получили за ликвидацию поголовья свиней в зоне вируса АЧС. За четыре года в Донском регионе было уничтожено более 80 тысяч голов животных. Однако вспышки коварной болезни продолжаются. Подробности в первом материале программы. Кризис в свиноотческой отрасли продолжается. Причина больших экономических потерь – африканская чума свиней. В начале июля в Верхнедонском и Шолоховском районах был обнаружен вирус АЧС. 15 июля после утилизации животных карантин был снят. И в этот же день новая вспышка чумы. Только теперь в Ягорлыкском районе. Что может сделать регион, чтобы уменьшить угрозу? Эта тема стала главной на совещании в Целинском районе. «Я обращался и обращаюсь к населению, что сегодня нужно до минимума свести содержание свиней в личном подсобном хозяйстве. А то, что касается крупных холдингов посвиноводческих, там надо принять все меры, те, которые предъявляются по ветеринарным правилам. И тогда мы сможем с этим бороться». В Ростовской области сегодня работают 48 свинотоварных ферм. Из них почти половина хозяйств насчитывает более тысячи голов животных. Однако и там нет гарантии ветеринарной безопасности. Вспышки вируса были и на крупных предприятиях. С начала 2013 года ликвидировано 7 свиноводческих хозяйств. Арифметика потерять вируса проста. Даже если не предпринимать срочных мер, то такими темпами через несколько лет свинарников в регионе может не остаться. Ростовская область до сих пор лидер по заболеванию африканской чумой свиней. На совещании называли главные причины свободного проникновения АЧС. Это отсутствие учета поголовья животных, неконтролируемая деятельность личных подсобных хозяйств. Поэтому во всех регионах, где страдают от заморской болезни, все чаще призывают выращивать другую живность и готовы помочь в этом. «Для населения мы говорили, что у нас сегодня есть деньги и в областном бюджете, и в федеральном бюджете на восстановление поголовья животных и птиц взамен свиноводству». Обстановка в секторе АПК региона признана напряженной. Все свинотоварные фермы обязаны работать в режиме закрытого типа. Однако и сами свиноводы усиливают риски своего бизнеса и не соблюдают нормы санитарной безопасности. Во время проверок только в этом году нашли более 50 грубых нарушений. Вартан Сюниджанс, Алексей Ануфриев. Главное – бизнес. 80 миллионов рублей на модернизацию. Морозовск-Сельмаш в ближайшие два года планирует обновить производство. О перспективах развития глава компании рассказал донскому губернатору. В рамках рабочей поездки в Морозовский район Василий Голубев посетил и это одно из старейших сельхозпредприятий области. Некогда литейно-механическая мастерская, сейчас современное предприятие сельхозмашиностроения. Выпускает адаптеры и запасные части для комбайнов «Кроссельмаш», а также формоуборочную технику. Это промышленное предприятие, которое является одним из крупных для Морозовского района. У них быстро и эффективно меняется линейка продукции. Они в год 5-6 новых видов продукции выпускают. На предприятии налажен выпуск машин, не имеющих отечественных аналогов. Каждым годом ассортимент продукции расширяется. В этом помогают бюджетные средства. Мы приняли решение поддерживать предприятие сельхозмашиностроения на территории области. 20% это бюджетные деньги. Плюс к этому мы инициировали, и нас поддержала правительство Российской Федерации еще о 15% поддержки. Таким образом, сегодня уже 35% на каждый вид техники. Это, на мой взгляд, достаточно интересно для агропромышленного комплекса. Но работа на этом не заканчивается. В России продукцию реализуют через сеть дилерских центров более 70 компаний. Осваиваются также и зарубежные рынки. Белоруссия, Латвия, Украина, Турция и другие страны. Ростовские контрасты. Донские чиновники и журналисты проехались по популярным экскурсионным маршрутам и посмотрели город глазами туриста. Целью поездки была выяснить, чем гордятся ростовчане перед гостями Южной столицы, а за что должно быть стыдно. В выездной дискуссии принимала участие и наша съемочная группа. Любая экскурсия по донской столице, как правило, начинается с воспетого шансонье левого берега Дона – экологическими легкими мегаполиса. Но ситуация с главной рекреационной зоной города во многом парадоксальна. Здесь же сформировалась и антиэкологическая промзона, которая год за годом пополняется новыми предприятиями. А колоритные ресторанчики, известного на всю страну Левбердона, соседствуют с заброшенными пустырями и мусорными свалками. Впрочем, чиновники уверяют – все под контролем. Через пять лет это место будет приятно удивлять гостей Мундиаля. Мы едем по Левобережной, у нас нет часто ощущения, что справа есть река Дон. Вот это, наверное, главное. Заборы – это хорошо, это решается. Просто есть масштабные, разного масштаба задачи. Вот сейчас задача, наверное, чтобы показать, что если вы движетесь по Левобережной, то кроме ресторанов мы должны дать где-то четкое ощущение, что вот там у нас есть река, что там у нас основной город. Часто этого нет. Это проблемы глобальные. Их под стрижкой кустов не решить. Поэтому мы говорим – 18-й год. Раньше нам просто не успеется. А это уже исторический центр Донской столицы. Улочки Старого Ростова, говорят туроператоры, необычайно популярны и вызывают большой интерес у туристов. Но памятники архитектуры, как, например, этот домик генерала Врангеля, отданы на откуп коммерческим интересам, а фасады полуразрушенных домиков скрываются за спутниковыми антеннами и кондиционерами. Сама процедура, в общем-то, да, как решить собственникам, чтобы он приходил каждый кондиционер, каждую спутниковую антенну и замену окон согласовывал, она пока сложно решается. Собственников этого здания может не один, может быть несколько. То есть собрать их всех, они должны вынести сообща решение, консолидированное, о том, что направлять часть денег на финансирование данного фасада. Бюджетные деньги, в общем-то, не могут направляться на ремонт и содержание частной собственности. Отсутствие целостной архитектурной концепции, недостаточное количество стоянок и парковочных карманов, неудобные развороты для транспорта. Поездка указала на целый ряд болевых точек и острых проблем, на которые чиновники пока не могут дать однозначного ответа и которые требуют решения, независимо от того, пройдет или нет в Донской столице футбольный мудиаль. И, конечно, сегодня необходима вообще целая концепция по позиционированию области как туристическая. Побольше инфраструктурных каких-то, скажем, удобств, наверное, создано. Потому что хорошо это можно организовать, все это представить, а в конце концов должны все-таки средства для того, чтобы сделать масштабным, и действительно таким, который сегодня соответствует стандартам. В сентябре выездное заседание продолжит круглый стол, где власти отчитаются о проделанной работе и детально сообщат о развитии города в ближайшем будущем. Анна Туполева, Станислав Фоменко. Главное – бизнес. И на этом наш выпуск завершен. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Над образом ведущей работали стилисты Центра парикмахерского искусства «Космос» Ольги Берберян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова